И снова всем привет на канале Олег Нестеров. Брест. Мы находимся в Стольном Граде Минск. Сегодня у нас 12 августа 2014 год. Почему я ставлю именно такой акцент именно на этой дате? А все потому что мы подружились с очень хорошей фирмой тоже. Начинающей, но очень быстро развивающейся. А именно это фирма Скипер. Фирма занимается оптовыми, продажами оборудования, а это именно все связанное со строительством. Как вот вы видите сзади меня электростанции. Бензиновые, да, или на солярке. На чем у него? На бензине и на солярке, да? Не важно, короче, на всем, что горит. Техника выносливая. А именно это фирма Альфа Сток. Она является первым импортером в Белоруссию техники Скипер. Как я и сказал, это множество всякой строительной техники. Почему меня заинтересовала именно эта фирма? Потому что, как и для нашего брата здесь, тоже имеются кое-какие вещи. А это именно компрессора, полуавтоматы. И, что самое радостное, кто досмотрит, кто будет терпелив, получит этот бонус. А именно информацию. Очень интересную информацию, которая скоро перевернет вообще ютубовское мышление. На ютубе такого еще не было. Так что смотрим и следим дальше за передачей. Ну, вначале хотелось бы сказать, что мы здесь видим. Здесь небольшой павильончик. Он небольшой и недавно открытый. Вообще фирма сама по себе занимается оптовыми продажами. Большими оптовыми продажами. И так, для небольшого опыта, ребята решили открыть пару-тройку павильончиков, так сказать. Которых мы имеем танки, что очень удобно для гаража. Я думаю, в скором будущем мы все это протестируем. Так как у фирмы везде есть свои щупальцы. И в Брестке тоже. Мы просто сюда приехали, чтобы познакомиться. На самом деле, по всей Белоруссии у этой фирмы есть свои щупальцы. Везде она распространила свои точки. Где мы и будем, скорее всего, в Бресте тестируют. Протестируют всякие там тальки, может быть, полуавтоматы, компрессора. Даже бетономешалку. Я думаю, как-нибудь мы протестируем. Да, самое интересное. Тут для Олежа доведется такая штука. Мне больше всего понравился этот бульдозер ручной. Ну, для пахоты в огороде, да. Не знаю где, но где-то мы им покопаем. Точно, я думаю, будет весело все это. Будет в легкой, непринужденной форме снято. Я, как бы, не хочу, чтобы воспринимали люди все это как рекламу. Да? Хотя скрытая реклама все-таки есть. Нам даже маечки подарили. Руслану тоже. То есть, это уже радует, да, такой подарок. Но это еще не все. Будет много, много испытаний. Много испытаний разного оборудования. Будет отдельная рубрика. Рубрика и папка будет называться именно Скипер, чтобы вам долго не искать. И будут обзоры по разным оборудованиям. Испытания на прочность. Минусы, плюсы. Нет, мы не будем хвалить, захваливать все, да. Но и минусы мы тоже рассмотрим. То есть, ну, я думаю, минусов будет немного. То есть, скрытая реклама, конечно, будет. И нельзя не отметить людей, которые помогают каналу. Особенно на этапе его развития. И я думаю, так как это все-таки первый наш, такой масштабный, не буду говорить спонсор. Буду говорить наш партнер, наш друг канала, да. И мы будем другом этой фирмы. Ну, а друзья между собой денег не считают, как вы знаете. И даже вы будете рады, я уверен, немножко досмотрите до конца. Я уверен, вы будете рады, что мы познакомились именно с этой фирмой, да. Которая, которая и осчастливит в оконцовке. Кого-то из вас, а может быть не одного из вас, а может быть нескольких человек. И на протяжении всей этой дружбы, я думаю, если мы хорошо сдружимся. А мы, то есть, поговорили с учредителем фирмы. Да, он хочет завести дружбу надолго. То есть, и я этого хочу, и я уверен, что в конце передачи вы поймете, почему я этого хочу. И вы сами захотите этого. Ну и пройдем к основной теме, к чему я все это вел. Ну, как я и сказал, то есть, выбор, ассортимент здесь пока небольшой. Но на склад мы сегодня не поедем. На складе, тем более, все в коробочках и многого вы не увидите. Воу, про эту штуку я говорил. На этой штуке мы будем кататься как-нибудь. Ну, это будет вбрести что-нибудь с Пашем. Как вы видите, электростанции, полуавтоматы. Ну, а самое интересное, самое привлекательное во всем. Это, обратите внимание, посмотрите на этот сварочный аппарат. МИК ММА 220 фирмы Скипер. То есть, как дуговая сварка, вся эта приблуда есть, все провода есть. Почему я вам его показываю? Да, собственно говоря, не знаю почему. Но! Именно этот аппарат ждет кого-то из вас. Почему ждет? Да потому что скоро, а именно с сентября, начнет собираться видео. Будет оно собираться до 20 сентября. После чего будет проходить голосование на Ютубе, да? И по количеству лайков и просмотров, все это отношение будет считаться, победитель конкурса получит именно этот аппарат. Вот он стоит и ждет вас. То есть, фирма предоставила его на розыгрыш. И вы вполне можете его получить. Тем более, если вы начинающий, и у вас особо нет денег, чтобы приобрести такую вещь. Вещь действительно дорогостоящая. Это ценный, как говорится, приз, да? У вас будет такая возможность. А условиями конкурса все так же являются обустройство своего гаража. Неважно, да? Как вы его обустроили. Какие-то полочки хитрые вы сделали. Или какое-то оборудование какое-то вы сделали. Тот же влагоотделитель, да? Как у дяди Олежа К1. Тот же какую-то приспособу, вытяжку вы сделали. Да неважно что, тальку или еще что-нибудь. То, что облегчит ваш труд. Именно и на эту тему вы снимете свое видео. Но, запомните, обязательным условием является... Да-да-да же проверить, что вы на всех трех каналах подписаны будете. А это именно Олег Нестеров-Брест, который вы, в принципе-то, сейчас и смотрите. Вы должны быть подписаны. Это ОН-Брест, второй канал, на который вы тоже должны быть подписаны. И на третий канал ОНБ-конкурсы автомобилистов. Именно на нем и пройдет голосование. Хотя вся информация по конкурсу будет на первом основном канале. Ну и фирма Альфа Сток будет постоянно участвовать, постоянно будет жить нашей жизнью. Мы будем жить и ее жизнью. Так что все чаще вы сможете увидеть у меня на экране вот такие вот значки. Где-то в перебивках, где-то еще. И в описании под видео, при упоминании этой фирмы, будут данные этой фирмы. Я думаю, это нормальный ход. Это не какой-то там, не знаю, как вот, завистников сейчас куча появится, да, скажут. Но, как бы, дедами же не хочет на этом навариться. Это нормально, это жизненно. Люди хотят помочь нам. Мы хотим помочь людям. Я имею просмотры, я имею подписчиков с этого дела, да. Вы имеете призы. Фирма имеет обнародование. То есть это нормально. Дядя Олежа с этого денег не рубит. Единственное, да, может быть, какие-то вещи, выгоду я имею. Но и вы от этого не будете обижены, поверьте мне. То есть и дальше будут розыгрыши, и дальше. Мы уже замутили несколько проектов, но об этом позже следите за каналом. Следите за именно этой папкой. Обзоры оборудования, испытания оборудования, да. Может быть, в ходе какого-то испытания будет маленький мини-конкурс на какой-то большой приз. На вашу внимательность. Так что смотрите, внимательно делитесь этим видео. Ну, а на 7, я думаю, закончим мы с этим разделом. Следите дальше за видео. Думаю, новость вас обрадовалась. Готовьте к конкурсу. Готовьтесь к конкурсу. С 1 сентября будут приниматься видео. Обязательно, кроме подписок, в начале своего видео вы должны сказать. Видео сделано специально для канала ОНБ «Конкурсы автомобилистов». Это нужно для того, чтобы обезопасить мой канал от посягательств троллей. А то бишь, чтобы тролль не дал свое видео и потом не дал жалобу. Если он даст такую жалобу, а там есть впереди такие слова, он будет нахаживать. В принципе-то на этом все. Ну, а мы продолжаем свое прибытие в городе Минск. И сейчас мы следуем на склад. Познакомим вас немножко с складом. Мы находимся в загородной части Минска. Это, по-моему, кольцевая автодорога. Едем по Минскому МКАДу. Что еще есть? Это и есть склады, куда мы и направляемся. Так вот выглядит склад. Альфаград. Который занимается брендом «Скипер». Ну и, как я говорил, склад имеет огромные размеры. Много всего тут интересного, что вскоре мы будем тоже испытывать. Здесь мы также видим кучу интересного для нашего зрителя. Ну, здесь все в коробочках. Так что можно понаблюдать только на коробочке. Просто хотел вам показать, как бы, размеры самого склада. Ну и самое интересное, апогея, как говорится, нашей сегодняшней передачи – это. Ну и бренд «Скипер» предоставляет нам на наши испытания, да, дабы проверить свое оборудование. Они уже проверяли, но доверяют в руки профессионалов и на ваше мнение. Мы покрасим этими пистолетами, посмотрим, проверим их, как они работают. Но скажу вам сразу, что таким оборудованием, похожим, я работал. Я поддерживаю китайского производителя, как все знают, и белорусского, конечно, тоже. И, то есть, китайское – это не приговор. Как вы все знаете, дядя Олежа делит Китай на очень китайский и не очень китайский. К не очень китайским как раз и относятся вот эти пистолеты, которые нам предоставили. Это у нас идет самый бюджетный вариант. Мы попробуем им покрасить, попробуем его протестировать. Я знаю, многие мои подписчики пользуются таким пистолетом. Не важно, что он стоит дешево. Да, им можно покрасить машину, но лучше такой пистолет использовать для грунта. Для грунта вам особо дорогой пистолет не нужен. Это одно. Просмотрим такую модельку. Тоже интересная моделька с регулировкой подачи воздуха, регулировкой факела. То есть, все, что нужно, все есть. Что самое интересное, это тоже бюджетный вариант. Ручка у него пластмассовая. То есть, пистолет облегченный. Но пластик как бы не растворяется под воздействием растворителя. Устойчивый. И вот такой пистолет, как все видели, это такая же моделька, как дядя Олежин спидвей. Только идет в хромированной 1.4, в хромированной ручкой. Такой же бачок. И, конечно, мини-пистолет. Его мы тоже посмотрим. Сегодня не буду его открывать. Да? Ладно. В гараже уже откроем, посмотрим. Так что ждите. Скоро будет много видео, много испытаний. Для начинающих маляров можно будет выбрать себе недорогую модельку. Да? И которая вполне может красить. То есть, мы испытаем, посмотрим, как это, как, что красит. Можно ли это покрасить. Сколько раз можно этим покрасить. Насколько действует. Чем. В чем минусы, в чем плюсы. Возможно ли вообще работать таким оборудованием. Сразу скажу, возможно, росли бы руки из правильного места. Ну, а мы не перестаем удивляться. И проследовали еще на один склад. Второй из многих. Тоже здесь все завалено. Где нас и ожидает сюрприз. Потому что я людей повезу на вокзал, и они... Угу. Знаешь, что у нас приятное дело? Я ему ваше... Это вот такая интересная штучка. Как вы знаете, дядя Олеже новый пистолет совсем не тянет. И фирма Альфа-Сток предоставляет нам вот такой замечательный компрессор. Бренд Даскипер. Двухпоршневой ременный компрессор. Сейчас мы его распакуем, чтобы его уместить в автомобиль. Ну, распечатывать мы пока не будем. Мы его погрузим. Распечатаем мы уже в гараже. Это на 70 литров. Ресивер двухскоростной. Сейчас посмотрим. 220 вольт. 8 бар. 300 литров в минуту заявленных. Посмотрим. Проверим. Ну, как бы вот на такой веселой нотке и хотелось бы закончить свое видео. Ну, и немножко покажем вам Минск по дороге. Минск по дороге. Минск по дороге. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пока!